Здравствуйте! Это библейский портал Экзегет. Разберемся в одной проблеме. Меня мотивирует зависть и тщеславие. Почему я взялся отвечать на этот вопрос? Потому что тоже вынужден признать, что тоже порой меня мотивирует тщеславие чаще всего. Иногда может мотивировать зависть. Этот мир несовершенен. И у нас даже есть слова апостола Павла, который показывает, что вот как бегун на спортивной дистанции бежит и только один получает приз, так и христианин должен стремиться ко спасению. То есть, правда, мы должны в чем-то завидовать. И где-то мы должны стремиться и к славе. Однако эта зависть не должна быть к вещам ненужным. И слава это должна быть не тщеславие, тщетное, а настоящее. Ну, значит, кому можно завидовать? Завидовать можно святым. Это не зависть, ой, как они там забрались, как они спаслись. Нет, а это, то есть, ты правда понимаешь, что тебе что-то не хватает, и ты хочешь добиться того же самого. Реально это, абсолютно реально. Можно достигнуть Царства Небесного, можно войти в число избранников Божих, можно радости вечной жизни приобщиться. Если ты завидуешь грешному человеку, не особо грешному человеку, может, он даже более святой, чем ты сам, но человеку, который просто живет еще пока на грешной земле, у него там какое-то есть богатство или какие-то навыки, его люди к нему как-то лучше относятся. Неважно, какие-то достижения, способности, что-то Господь ему даровал, что-то человек сам добился с помощью Божией, ты этому завидуешь. Эта зависть абсолютно неверная, потому что зависть, это не поможет тебе стать лучше, потому что если ты берешь планку низкую, то ты только эту низкую планку и можешь перее прыгнуть. Наша же задача максимальная, христианин максималист, задача достигнуть Царствия Небесного, поэтому тоже мы этого должны избегать. Избегать и помнить. Помните слова, что кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Конечно, это сказано в притчах, и ветхозаветное понимание, возможно, более смутное, но нам-то уже ясно. Да, что кроткое сердце – это сердце, которое было у Христа, кроткое, любящее сердце, которое с любовью относился даже к тем, кто его распинал. И Христос берет, и он кто? И он царь мира, он добился всего. Что может быть больше этого? А действительно, а зависть, а зависть к чему приводит? Гнили костей. И тут мы понимаем, что это смерть, это умирание, и самое главное, что все это воскреснем на страшный суд. Но что потом, если ты живешь по зависти и по тщеславию, ты унаследуешь, увы, не вечную жизнь, а вечную смерть в отдалении от Бога в аду. Поэтому мы, если даже лукавый приходит и пытается нам сказать, я, конечно, твой враг, но тебе сейчас помогу. Давайте через зависть и тщеславие помогу в мотивации. И очень много вот есть современных психологических трюков, тренингов, которые это в людях воспитывают. Конечно, возможно, ты что-то мотивируешься, конечно, возможно, ты что-то с этим добьешься, но главную цель, главную высоту ты можешь не взять, потому что силой растратишь пустую.